Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители портала Экзегет. По просьбе портала, отвечая на вопросы, которые вы задавали, на волнующие у вас темы, связанные во первую очередь со Священным Писанием, с пониманием и толкованием Священного Писания. Вот такой вопрос, почему отец из притчи о блудном сыне не дал козленка старшему сыну, чтобы тот порадовался с друзьями? Что значит не дал козленка? Вопрос не в том, что не дал козленка, а в том, что старший сын никогда не просил этого козленка. Если бы он попросил козленка, отец бы, несомненно, дал. Более того, из контекста ответа, который сделал отец своему старшему сыну, все мое, твое, то есть он, в принципе, мог сам взять этого козленка и радоваться с друзьями своими, но он не сделал ни того, ни другого. Он не взял козленка и не попросил у отца, он только ходил и дулся, что ему никто ничего не дает. Это и есть, если вы наблюдательные люди, наблюдаете за другими или за собой, то вы можете заметить, что, собственно, так и проявляет себя фарисейская закваска. Или, попросту говоря, зависть, которая, ропотность и зависть, которая присутствует в сердце очень порядочных и очень, казалось бы, верующих людей. Они несут свой крест молча, но не безропотно. Они ходят в храм, живут в скромных квартирках, они живут на скромные пособия или пенсии, они во всем себя ограничат и терпят, считая себя истинными детьми Божьими. Вот я, Господи, терплю, вот я терплю, терплю, надеюсь, что ты мне за это дашь царство Божье. И вроде бы хорошо все снаружи, а внутри-то все нехорошо, потому что внутри постоянное неудовольствие. Почему Бог дает много грешникам? Почему мой сосед негодяй имеет хорошую квартиру? У него замечательные дети, которые приезжают к нему на день рождения. Поздравляют его, дарят подарки. Почему у него машина, почему у него то и другое, хотя в храм он не ходит? Почему моего соседа, который негодяй, вообще бросил своих детей, живет уже с третьей или четвертой женщиной, почему ему Бог все дает? Вот это возмущение, возмущение, оно и показывает, что на самом-то деле любви-то к Богу нет. Нет, совершенного доверия так к Богу нет. Человек не доверяет Богу совершенно, абсолютно, Господи, как ты хочешь. Ты мне дал это, другому дал это, ну, замечательно, Господи. Ведь если я тебя люблю, то мне нравится все то, что ты делаешь. А если я недоволен тем, что ты делаешь, то либо я не люблю тебя, либо вообще не верю. Я терплю ту скорбь, которую я терплю, но я очень хочу, чтобы ты заметил меня и похвалил, и сказал, да, сын, замечательно, ты лучше всех. Все остальные ничто и никто один. Ты у меня хороший, я тебя очень сильно люблю. Но ведь это не любовь, это желание показать себя. В этом и состоит фарисейская закваска, что человек, ориентируясь на внешнее, хочет показать себя. Он не любит Бога, а хочет показать, смотри, Господи, какой хороший, замечательный. Правда, ты мною гордишься, правда, ты мною довольна. Ну, скажи, Господи, пожалуйста, что я не такой, как все. Но ведь это и есть слова фарисея из известной притчи «несть, якоже прочие человеки» или «яка сей метарь». Вот это и состоит бедой. Никто не запрещал этому старшему сыну радоваться тому, что он с отцом. Но он не радовался. Вот в чем беда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.